Всем привет с вами Тома и сегодня у нас будет распаковка и обзор набор мини фигуры пони Rainbow Pony Fabric Set. В него входят Rarity, Dr. Hooves, Applejack, DJ Pond 3, она же Vinyl Scratch и Princess Twilight Sparkle. Все они у нас такого радужного-радужного формата с многочисленными киттимарками. Набор выходил в конце 2013 года, когда вся линейка пони была под эгидой Rainbow Power, то есть многочисленные все метки, радужные локоны в грилах и так далее и тому подобное. Вместе с этим сетом выходили еще три сета по три поняшки. Их обзор был у меня на канале, это сет Ponyville's Newsmaker, где у нас была радужная Pinkie Pie, сет Soaring Pegasus, я уже не помню точное название, там была в Флатте, еще была Дерге, вот Daring Pony Set, где у нас была Дэши, вот это вот Дэши и вот это вот Princess Twilight без радужных меток. И еще в девятой волне выходили два других радужных варианта, Rarity и Rainbow Dash, вот эти. Это все, все эти обзоры были на канале, я вам в описании на всю ссылочку оставлю, мало ли кто не видел. И как бы вот этот сет из пяти поняшек завершает линейку радужных мини-фигурок, поэтому я себе его очень хотела, но, к сожалению, его почему-то к нам так и не привезли в Россию, хотя другие три вот набора, где мини-фигурки были, да, они у нас широко достаточно продавались, можно было найти, в принципе, во всех сетях магазинов, правда, далеко не сразу. Я их покупала где-то начиная с весны 2014, ну и потом в течение всего 2014 года, в принципе, они все были доступны в продаже, только что Daring Pony Set выходил чуть позже, где-то к осени ближе. А вот этот вот набор из пяти поняшек, он так нам в Россию почему-то и не приехал, что было очень печально, потому что тут такие клевые поняшки есть, как DJ Pony 3 и Dr. Hooves. Кстати, Dr. Hooves, это единственная в своем роде поняшна эта молдя, потому что у винилки есть, на ее молде уже выходил 11-й волнение онлайн, да, а как бы, ну, то есть молд уже используется, а Dr. Hooves пока у нас молд не использовался, насколько я помню. В общем, нигде его в России у нас не продавалось, этого набора, по крайней мере, я нигде не видела. Может быть, вам посчастливилось, если в какой-то ваш местный магазин его привозили. Поэтому я его ждала-ждала-ждала, поняла, что уже, как бы, уже запустили новую линейку Cutie Mark Magic, можно уже не ждать, вот, и заказала его на eBay из США. Там, конечно, не очень дешевая доставка, как говоря, из США, вот, но, тем не менее, мы заказывали несколько поняш там сразу, поэтому получилось более-менее по-божески, примерно аналогично, как у нас, ну, чуть-чуть дороже, как продавались до этого, в 2013 году, тоже сеты из пяти поняш, там, где были Миссис Мистер Кейк, и там, где был этот самый Монтикор, Змей и так далее, то есть другие поняш, ну, другие сеты из пяти поняш. Ой, в конце своего упала. И приехал ко мне этот наборчик, я была очень довольна, потому что, реально, я все-все эти мини-фигурки собирала, и мне было обидно, что это единственный сет, который я могу на данный момент пропустить, и я рада, что он приехал. Давайте немножко посмотрим коробку задней стороны, потому что сегодня много говорю, очень рада поделиться с вами этой новостью. Тут у нас тоже поняшки, тоже с их многочисленными орнаментами на теле. Принцесса Твайлет, Пел Джек, Диджей Пуэнтей, Доктор Хоуф, Стреллити. Вот надписи, естественно, по-английски. Я не буду сейчас пытаться с тут буквы их прочитать. Если вам интересно, можете вот тут их почитать. Ну, как-то так, на стоп-кадре можете посмотреть. Давайте откроем этот наборчик и посмотрим поняшек поближе. На задней стороне коробки у нас тропинка лесная в форме радуги. Такие же элементы использовались и в наборах по три поняшки, которые были обзоры в прошлом году. То есть, все оформление коробки нам намекает на ту же Рэмбоу Пау. Давайте перейдем к самим поняшам. И перед тем, как перейти к самим поняшкам и рассматривать их поближе, я хочу еще сказать, что вот эти две фигурки на самом деле выходили еще в одном сете. Сет назывался Pony Friends Forever. Он выходил эксклюзивом для сети магазинов Toys R Us. Там был большой сет, куда ходили многие интересные пони. И он имел достаточно интересную ценность для тех, кто не собирал до этого сета мини-фигурок. Потому что там были, значит, Мистер и Миссис Кейк, Диджей Понтри и Пинки, Доктор Хуфс, Эппл Блум, Принцесса Селестия, Принцесса Луна и Октавия и Лирика. Ну, Октавия у меня уже была из Грувин Хуфс сет. Да, там точно такая же фигурка была, без различных каких-то изысков. Кстати, винилка там была и Доктор Хуфс тоже были чистые, без вот этих Рэмбоу меток. То есть, многим даже те варианты, наверное, понравились больше. Но я хотела себе именно вот этот сет. Потому что винил мне тут нравится однозначно больше, чем без этих меток. Ну, не знаю почему. Ну, Доктор Хуфс, конечно, тут достаточно спорный. Но, как бы, ради одного него я сет не хотела покупать. Вот. А Луняша там вот еще очень клевый эксклюзив того сета. Вот это Луняша на молде Кейденс, да. И, как бы, я ее приобрела через посредников у знакомых, у друзей. Вот. Ну, они заказывали тоже, очевидно, где-то с Ебэ ее отдельно от сета. Вот. Ну, в общем, в принципе, при желании можно и Доктор Хуфса найти где-нибудь отдельно. От сета, потому что сет достаточно редкий и достаточно недешево стоит. Ну, вот. Интересные фигурки можно по одной, в принципе, из него выкупать. И давайте доставать поняшек. И первое у нас Рерити. Рерити это уже второй вариант. Rainbow Power с многочисленными различными штуками. Это у нас девятая волна. Это у нас вот этот сет. В принципе, да, я правильно сказала. Сейчас уже запутаюсь, где из них какая. Ну, тут у нас на щечке, которая отметена. Вот. Тут на щечке нету, да. Будем по ней ориентироваться. Потому что орнаменты у них очень похожие. Различные ромбики. Вот. Поэтому можно легко перепутать, где из них какая. Я буду ориентироваться на щечку. Вот. Ну, кроме, собственно, орнаментов. Они, в принципе, одинаковые. Так что по-разному расположены. Тут и тут ромбики. Просто они немножко по-другому составлены. И разные цвета, да. Тут без желтого, тут в желтом, да. Но и, соответственно, цвета в гриве тоже немножко другие. Тут у нас наоборот в желтом, а тут без желтого. Вот. И тут голубое место желтого. Ну, и с задней стороны. А вот. Тут еще накопаются вот такие три ее кристаллика. С этой стороны у нас совершенно чистая поняшка. Только грива с локоном раскрашена, да. Интересный момент. Я вот этого почему-то на фигурках не видела. Я его в этих самых вроде обзора смотрела. Пропустила этот момент. Очень клево смотрится. Такая деталька. Обычно фигурки с задней стороны вообще никак не покрашены. Вот. Такая рарити. Ну, достаточно интересный дизайн такой более, не знаю, клоунский, да, вот эти все ромбы. Но смотрится достаточно прикольно. Так, следующий Доктор Хоуфс. Доктор Хоуфс один из немногочисленных жеребцов, которые есть в сериале и которые удостоились мерча. Потому что мальчиков в мерчендайзе вообще очень мало. Буквально на пальцах одной руки молда. Можно мужские молды пересчитать, да. И он получил собственный молд. Выходил на нем пока только он. Насколько я в курсе. Насколько я знаю. Выходил в таком варианте и в варианте без вот этих вот розыкрашек, да. Ему тоже все покрасили в разные цвета, как вы видите. Тоже значочек на ноге с обратной стороны. Ему в его коричневую хвост и гриву добавили такие мятные и фиолетовые полоски. Не знаю, как это характеризует его характер или что-то еще. Просто, может быть, более такие приближенные к его коричневому цвету взяли. Все-таки зеленый такой более тоже, как это, теплый древесный цвет. Вот. Хотя мятные тут немножко холодновато. Ну, не важно. В общем, контрастно смотрится и ладно. Немножко наляпано на челочке. Но это уже, как бы, придирки. Вот. Мордочка у него очень клевая. Глазки ровненькие. Такой милый, я считаю. Вот. Мяточка его на месте немножко съехала с крупа. Чуть-чуть сюда надо ее было. И орнамент у него несколько интересный. Такие стрелочки. Я не знаю, что они могут означать. Но у него такие вот куда-то целенаправленные стрелки. И сзади грива. Прикольно смотрится его. Вот этот ежик. Не знаю, как. В ерошиную прическу, да. Ему вот эти вот его отдельные прядки так прикольно покрасили. Во все стороны. Забавно. Тоже такой понь. Так. Эпплджек. Вот. Эпплджек это та поняша, из-за которой стоило приобретать этот сет, чтобы была вся Майнсикс в формате Рэмбл Пауэр. Потому что все остальные поняшки уже были в других сетах. А Эпплджек только вот в этом. Ей интересно сделали покраску грива и хвоста. Туда сюда добавили розовый. Ну, красный это было бы ожидаемо, да. С учетом ее красной кьюти марки. Но вот этот розовый, честно говоря, был очень неожиданным выбором для Эпплджек. Я думала, скорее, добавить какой-нибудь зелененький. Но нет. Тоже на копытце яблочко. Яблочко такое с сердечком внутри. Миленькое. И такие же яблочки есть на передней стороне. Вот тут на концах копыток тоже яблочки с сердечками. И остальные просто яблочки. У нас получается такая пони в яблоках самая натуральная. И интересно, хочу отметить, что у нее резиночки тут зеленого цвета. То есть ей добавили красный в гриву, да. А резиночки сделали зелеными под цвет глаз. И яблочко тоже на щеке есть. Вот у доктора Хувса почему-то на щечку ничего не нарисовали. А ей нарисовали. А тоже достаточно симпатичный вариант. И по сравнению с обычной ЭДжей. Во всякий случай. Вдруг я забыл, как выглядит. Ну, в принципе, немножко тоже отличается цвет тела. Чуть-чуть разный оттенок оранжевого. Даже не знаю, будет ли вам это видно на камеру. Но вот так вот могу сказать, что он чуть-чуть разница. Самая малость. Так, следующий у нас. ЭДжей Паунт 3. Как хорошо они стали сделать эти коробки, что они легко вынимаются. То, что помню, с первыми мини-фигурками я очень долго мучилась. Диджей Паунт 3. Она у нас такая супер пати пони. Ей идут эти все неоновые расцветки. Вот Диджей Паунт 3. Это та пони, которая реально идет. Ее дизайн Рэмбоу Пауэр, на мое мнение. Ее голубому и синему гриву добавили такой салатовый яркий. Неоновый цвет. Та самая метка. С щеки почему-то ушла на ухо. Нотки. Ну, да. Интересно. Причем на Кьюти Маркет у нее нотки в обратном порядке. Ну, такие отзеркаленные. А тут нормальные. Тоже нотки на копытцах. Причем нотные эти вот линии и сами нотки. Линии тоже раскрашены. И с обратной стороны тоже такой же символ. Покрашено все очень аккуратненько. Замечательно. Кофейненько. Смотрится очень здорово. Не знаю, мне вот этот дизайн ее прям вообще нравится. Поэтому я даже не сомневалась мне искать обычную или взять такую Рэмбоу Пауэр. Ну, не знаю. Может, вам алиповато мне вообще в самый раз. А, ну и для сравнения с Нио Лайтсом, который почему-то на ее молде. А, вот тут немножко наляпали. Локом. Ну, ладно. Ничего страшного. Это совсем мелочь. С Нио Лайтсом. Молд один и тот же. Я не знаю, почему они решили для мужского персонажа взять женский молд. Потому что все знают, как Нилка выглядит. Вот. И у него все-таки немножко не такая прическа была. Ну, ладно. Сделали и сделали. Все лучше, чем вообще ничего. Так. И принцесса 2 с Барком. Принцесса. И принцесса, которая была в сете Дэрингу. Хочу сразу сказать, что принцесса выходила достаточно прилично уже. Это у нас их наборы Дэрингу. Это из этого набора. И в 12-й волне выходили целых 2 принцессы. Одна была тоже с различными метками. И одна была варианта типа такого. Только у нее, по-моему, не были покрашены здесь ободочки. Ну, в смысле, бусики и туфельки. Я не покупала себе, честно говоря, тех принцесс. Поэтому, как бы... Ну, я так же уже рассчитывала, что обычно у меня есть. И Рэмбоу Пауэр будет из этого набора. Поэтому я те Блайнбэги не брала. Вот. Поэтому сравнить не могу. Ну, посмотрим эти поняшки просто так между друг другом. В принципе, они почти одинаковые. Единственное, что у этой пони, ну, естественно, метки. Намного больше меток. И у нее нету звездочек на туфельках. Как мне странно. А вот в этой пони без многочисленных меток есть на туфельках звездочки. А тут нет. Обделили. Ну, метки, понятно, ее шестиконечная звездочка. А тут у нас тоже звездочки. Звездочки переходят на брюшко. Крышки добавлены разной цвета. Типа, как у Кейденс. Вот. Ну, и к ее обычным цветам в гребу добавили желтый. Так сказать, для антуража. Да. С обратной стороны, конечно, тут очень плохо покрашено. Вот эти вот локоны. Да. Да. В общем, печально покрашено. Так, глаза. Ну, почти на месте. Чуть-чуть уехал. Ну, не критично. Вроде бывает и хуже. После той твады, от которой глаз был вообще на лбу, я уже как бы рада и такому развитию событий. Ну, в общем, тоже достаточно аккуратная фигурка, не считая задние немножко гривы. В целом я довольна. И, кстати, только тут я задумалась о том, как же они отливают ей ботинки. Почему-то мне кажется, что их можно снять. Если уж постараться. Не знаю. Такие-то зазоры такие интересные есть. Вот такой сет. Сет мне очень нравится. И самое главное, что теперь у меня есть вся главная шестерка в формате Rainbow Power. Для меня это было принципиально, чтобы у меня все шесть поняш были в таком виде. Ну, и, конечно же, винил Скретч и Доктор Хоуфс. Винил теперь с моей Октавией будет рядышком подаять. Вот. Ну, и Доктор Хоуфс Дёрпи. Конечно, я не могла разлучать фаномные парочки. Каждый пони по паре. Как говорится, если вы хотите такой сет, могу посоветовать только искать на ebay или каких-то других местах, где можно купить с рук у людей. Вряд ли кто-то в России их будет специально теперь продавать, потому что это уже вообще позапрошлогодний фактически считательный выпуск. Сейчас уже будут другие коллекционные пони. Ну, а всем друшным коллекционерам, если кто-то еще не купил вдруг, мне кажется, я такая одна слава богу, что купила только в 2015. У всех уже давно есть. Советую обязательно к приобретению, потому что сет действительно клевый и, главное, тут реально клевый пони. Надеюсь, что ролик был вам интересен и полезен. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»